Миллиарды тенге, много лет выделяемых на водоснабжение сел, уходят как песок сквозь пальцы. Соответствующей инфраструктуры во многих селах нет и поныне. Только половина аулов Западно-Казахстанской области сегодня обеспечены качественной питьевой водой. Причем ручными насосами из колодцев качают воду даже в населенных пунктах, расположенных в 20 минутах езды от областного центра. Ботогост Базарбаева рассказывает. Алип Калей и Ирина Сатановой только на днях справили свадьбу старшего из четырех сыновей. Все торжества проходили в городе. В сельском доме нет удобств для приема гостей. Самое главное – нет воды и газа. На приготовление еды, стирку и уборку воду набирают из 20-метрового колодца. Каждый день воду берем. Очень тяжело. Если центральная была бы вода, конечно, хорошо было бы. Лучше день. Раз, пять, шесть. Когда особенно стираешь, конечно, много воды уходит. Это у меня уже как физкультура. Тоже, конечно, клин. Тем более, сама тоже болею. Вода из колодца идет и на полив огорода. Только скотину поят из пруда рядом с домом. Последние годы обмелел и Урал, питающий обводнительные системы региона. Воды для нужд сел катастрофически мало. Урал не заливается. Уже все озера эти подсыхаются. И раз вода уходит, так и в колодцах скоро засыхать начнет. Потому что талая вода садится вместе с Уралом вместе с водой. Конечно, время 21 века, чтобы водопровод по домам был – это хорошая вещь, конечно. Маленького села в 20 километрах от Уральска пока нет в проектах водоснабжения на ближайшие годы. Между тем, в регионе в этом году построили свыше 500 километров водопровода. В этом году на подведение воды в сельские населенные пункты региона было направлено 4 миллиарда 100 миллионов тенге. Доступ к качественной воде получили 54 тысячи человек в 40 селах. На следующий год разрабатывается 25 проектов по водоснабжению. Пока в области чистой воды обеспечены только 48 процентов сел. Нужен жесткий контроль над целевым использованием бюджетных денег, отмечают сельчане. Ведь в течение следующих трех лет из госказны на обеспечение казахстанцев чистой питьевой водой по поручению президента планируется направить 250 миллиардов тенге. Бутобус Базарбаева, Бладшар Лгасов, Канат Махмутов, Западный казахстанский область, Хабар-24.